Джекарилла Апачи Трайп представляет В фильме «Перестрелка» В фильме «Перестрелка» В фильме «Перестрелка» Композитор Лоренс Розенталь Автор сценария Харальд Джекблум Режиссер Лэймон Джонсон Тихо, мальчик, тише Тише Спокойно Придется разрезать тебе ногу Если этого не сделать, ты погибнешь Тихо Тихо Прости, Уилл Остальные окна не пропускают воздух Продолжение следует... А почему Бат не в школе? Летние каникулы Он помогает Альваресу расклеивать объявления о Кариде А почему он не играет, как другие дети? Его никто не заставляет, Уилл Он сам так хочет Он получает два цента за пять афиш Нам не нужны деньги Альвареса Еще решат, что я снова отправлю тебя к нему работать Ты не можешь меня ни отправить, ни удерживать там, где я не хочу Когда ты это поймешь? Я бы еще поспал Чужой едет Добрый день Лошадь захромала Поедем на пикник в воскресенье Будет большой праздник Синокоса Не тогда ли Бат появился на свет? В тот праздник Синокоса у Кросби Сразу после свадьбы Нет Это произошло у моего отца на Синовале Бывают минуты, когда можно перепутать Синовал и Синокос Надрез ему помог Я высосал яд Дело серьезное Вы сможете его выходить? За доллар в день Пойдет? Да Кто это? Что он сказал? Может, по его вещам поймем, кто он Принимайся за работу Может, он хочет ограбить банк? Перестань Он не бросил бы здесь коня, если бы хотел ограбить банк Кто он? Не знаю, как его зовут, но он вооружен Думаешь, я узнаю бандита по запаху? Его-то, конечно Могу вам дать 176 долларов и 20 центов Простите, но это столько весть Хорошо, давай деньги Ваше имя? Это правило банка Регистрировать своих клиентов Это правило Понимаете? Правило Эйб Кросс Эйб Кросс? Конечно Как же я его не узнал? Наверное, из-за бороды и лохмотев Я слышал, его давно застрелили в Санта-Фе Может быть, и застрелили, но он спасся Мне говорили, что однажды Кросс схлестнулся с Биллом Борни Не думаю, что тот был быстрее его Ринго был гораздо быстрее, но Уилл Теннери с ним покончил Уилл не любит об этом говорить, но это не значит, что этого не было Он выходит Папа! Можно узнать, почему ты так врываешься в дом Что случилось, Бат? Эйб Кросс в городе Что значит, в городе? Кто это сказал? Я сам его видел Говорят, что Кросс быстрее всех управляется с пистолетом Это правда? Так многие говорили Большинство из них мертвы Тоби Лич говорит, что ты быстрее Тоби Лич болтает много глупостей Разве это не так? Хватит Иди в лавку и принеси мне бочонок масла Ну, мама! Делай, что говорю Чёрт! Что ты сказал? Ничего Уилл? Ты его знаешь Лично Мы не встречались Я его не видел Наверняка Он слышал о тебе, как и ты о нём Возможно Зачем ты взял старый пистолет? Потому что он удобнее Три доллара сорок центов, миссис Грей Есть большие размеры, приятель Этот нормальный размер Просто волосы не такие Прошу меня простить Люди сторонятся меня От меня должно быть воняет Привет, Том Как дела? Всё в порядке? Да Ты, наверное, Эйп Кросс Да Сколько? 9 долларов 50 центов Я Том Кейтер, шериф города Сколько вы собираетесь здесь пробыть? Какая разница? Это моя работа, вы понимаете? Не понимаю У меня ранена лошадь Я не уеду, пока её не вылечат Спасибо Вам сказали, что здесь Уилл Теннери? Вижу, что нет Но вы его знаете Я знаю, кем он был Что он делает в городе? Он здесь живёт С женой и сыном Работает в Риата Пеллес А Уилл знает, что мистер Кросс здесь? Уже знает Теннери уже год живёт здесь В тишине и покое Это очень хорошо У меня нет причин нарушать его спокойствие Да я и не хочу С женой и сыном С женой и сыном С женой и сыном В тишине В тишине Девушки отдыхают Почему? Работы много Даже если Кросс не пришёл сюда, все уверены, что придёт Ну и что? Подумай, Уилл Ты и Кросс в одном городе, в одно время Всё хотят посмотреть А пока они ждут и пьют Не мешало бы повысить мне зарплату Не спорю, если речь идёт о десяти долларах А если о двадцати? Нет, Уилл Двадцать Ладно, двадцать Пока Кросс в городе Никогда не видел Кросса, но уже должен ему Уилл Если представится случай, ты уберёшь Кросса? Этого не будет А если бы был? Мне плевать, что Кросс сделал вам Амарилло Ставлю пять золотых, что Уилл Тенери справится со всяким, кто бросит ему вызов Кто принимает пари? Господа, кто со мной выпьет? Сойдёмся на тридцати Мистер Кросс? Я Ньют Хейл Вы меня помните? Я чинил сбрую в Виргинии, когда вы там были У меня здесь дела? Мистер Кросс, можно вас спросить? Не сочтите за дерзость Вы будете драться с Уиллом Тенери, как здесь говорят? Я никогда не любил пари, мистер Кросс Сейчас у меня есть жена и трое детей Но у меня дела в этом городе Если это только слухи То есть Если она не состоится Что? И вы уедете, все ставки будут недействительны Но они их не забудут Не обижайтесь, что я поставлю на Тенери Его здесь любят К тому же он живёт в этом городе Делайте вашу ставку Спасибо, мистер Кросс Я лишь хотел предупредить Спасибо, мистер Кросс Спасибо, мистер Кросс Тихо Всем заткнуться Вы сказали, что ищете Уилла Тенери? Да Я Уилл Тенери Эйб Кросс Рад знакомству Взаимно Взаимно Ни мистер Кросс Ни мистер Тенери Не хотят, чтобы на них бросались Я буду принимать ставки Джентльмены Это за мой счёт Я знал, что ты придёшь Откуда? Люди говорили Не нравится виски? Мне нравится А вот моему желудку нет Правда? Да А еда? Иногда Мексиканская Этот золотой песок из Мексики? Я слышал, ты обменял его в банке Я слышал, что его немного Смотря сколько ты искал Шесть-семь месяцев Сто семьдесят шесть долларов Даже ковбоям столько не платят Надеюсь, мне повезёт Как и всем моим Говорят, ты живёшь себе мирно У тебя есть семья Как видишь, мне тоже о тебе рассказывали Серьёзно, Тенери Мне кажется, тебе здесь неплохо Всего лишь падённая работа Получаешь за месяц столько, сколько раньше тратил за день Не думал, что тебя могут убить? Хуже то, что про меня болтают Марф платит мне, чтобы я был здесь И завлекал ковбоев на выпивку Они просят рассказать, как там было в Лёдже В Канзасе, Томстоуне Уж тебе есть, что рассказать Это шутка? Нет Я помню, о чём говорили в Канзасе Что ты убил Ринго А я слышал, что тебя пристрелил патруль в Санта-Фэм Это не совсем так Но ведь кто-то убил Ринго Не буду спорить Я уважал Ринго И я, когда был трезвым Никогда не забуду, как он упал лицом вниз, выходя из Лонгбрейна Закричал, Эйб, выходи и дерись Бедняга Да Он был не из тех, кто рискует, чтобы покрасоваться Да, точно Многие спрашивают, как это случилось Марф, дай сигару Сейчас Этим твои друзья вчера и занимались Чем? Расспрашивали меня Они сами себя обманывают По крайней мере, в том, что касается меня Я тоже так думаю Расскажем им? Испортим весь бизнес? Для этого я здесь Парни пьют и тратят деньги Так, Марф? Все всегда чего-то ждут Да Эй, Теннери, я рискну своим желудком Давай присядем Дженни, поцелуй меня Не приставай, Дэвид Ты же знаешь, что нельзя Может, ты его уведешь? Будь хорошей девочкой Парни, мне надо отдохнуть Я думал, они вот-вот попросят показать им зубы Да Они способны на что угодно, лишь бы знать, что их не обманывают Они не задумываясь ставят 20 или 50 долларов, чтобы увидеть, кто из нас кого убьет Это тебя беспокоит? Да Отчасти Предположим, что мы будем драться Конечно, мы не станем, но если бы стали, кое-кто мог бы нажиться А мы? Тот, кто выживет, получит лишь дружеские похлопывания и бесплатную выпивку Дерьмо Мы могли бы продавать билеты Точно Ну, ты даешь Куда смотришь? На девчонку или на игру? Я давно отвык от этого Игра честная, но жесткая А девушка? Что? Как ее зовут? Дженни! Дженни! Эй, Мануэлита, как дела? Мануэлита, мы поедем куда угодно, чтобы увидеть тебя на арене Что будешь пить? Спасибо, Марф Матадор Мануэль Алиханте хочет угостить всех присутствующих Мануэль, Мануэль, Мануэль! Мануэль, Мануэль! Мануэль, Мануэль, Мануэль Ложить не вылечить, яд глубоко проник Лучше избавить его от страданий Мне позаботиться о нем? Не хочу, чтобы его продали на мясо Мои друзья похоронят его за приемлемую цену Я сам сделаю это Где неподалеку свободная земля? К востоку от города Мне нужна Телега с соответствующей упряжкой Еще мне нужна лошадь, если кто-нибудь продаст У Ната Кэнбери есть одна Ему она не нужна, его сын служит кавалерии Я спрошу, лошадь хорошая Я подготовлю телегу Мануэль 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 Девушки отдыхают Человек столько притворяется, что начинает забывать, кем он стал И вдруг появляешься ты Не вижу, что у нас общего Потому что у меня жена и ребёнок И работа Работа Терпеть этих пьяных идиотов Я беспокоюсь лишь о своих штанах, да, Дженни С которой ты провёл ночь Я знаю, что ты хочешь сказать У меня тоже была работа до того, как я стал искать золото Что ты делал? Был стрелком на ярмарке Со мной были карлик и тип в татуировках Это всё объясняет Эйп Куда ты направишься? Никуда, пока не куплю лошадь Это всё? Я многого хочу, Теннери Но тебя это не касается Кто знает Как понять? Помнишь, что ты сказал вчера? О продаже билетов Билетов? Чтобы все смотрели, как мы убиваем друг друга? Точно Я сказал это, чтобы ты понял, как это бессмысленно Погоди, погоди Мы объявим, что будет дойль Что ты несёшь? Дай закончить Думаешь, все, кто на нас ставил и шпионил, за обоими не заплатят? Ещё как Лишь бы увидеть дойль? Не заплатят Как только узнают, что это показуха Ты говоришь, серьёзно? Да Значит, одному действительно придётся убить другого Так? Победитель получает всё, а другому ничего не нужно Теннери Я мало тебя знаю, но думал, ты умнее Ладно Умник Купи дешёвую лошадёнку и наймись батрачить Так я и сделаю Ты никогда не станешь прежним Не волнуйся за меня Я волнуюсь за себя У меня есть лошадь, но я тоже никуда не еду Ищи золото, копай могилы и сам ложись в неё, глупец Как в старые времена Что будем делать? Стрелять? Я не хочу тебя убивать, Теннери Я тебе тоже И что с этого? Чёрт возьми, послушай Это последний шанс Речь о деньгах Больших деньгах Уйди с дороги, сукин сын Ставлю двадцатку, что Кросс не будет стрелять в Теннери Ставлю на Кросс, и он прирождённый убийца Теннери здесь хорошо живётся Он не станет рисковать жизнью из-за Кросса Сейчас он ничем не отличается от остальных Симпатичный парень Теннери был крутым стрелком Дуэль его конёк Кросс напуган, глянь-ка Роза и Теннери должны драться рано или поздно Если Теннери хочет кого-то убить, пусть убивает жену и Альвареса Не жалко Эйп Кросс увил Теннери Кто бы мог подумать Уверен, никто из них за много лет не встречал себе равных Где можно купить лошадь за сто долларов? Боюсь, за такие деньги тебе никто здесь лошадь не продаст Альварес? Альварес? Да. Я ищу работу. Какую? Какая есть. Все, что угодно, чтобы купить лошадь. В этом сезоне ничего нет. Может, на каком-нибудь ранчо. Я не умею ухаживать за скотом. А что ты умеешь? Тенери! Как мы это сделаем? Сколько мест на арене? Посчитай. Твоя жена об этом знает? Ты получишь свои 10% за билеты и рекламу. Арена тебе не принадлежит. Можно обойтись и без тебя. Тебя что-то беспокоит, Альварес? Мне это не нравится. Это безумная затея. По-твоему, лучше, когда Тореадор со своими дружками мучает быка за деньги? Это разные вещи. Вы будете драться ни из-за злости, ни для защиты. Как будет жить победитель? Лучше, чем сейчас. Привет. Что ты здесь делаешь? Я провожу день, как хочу. Работа начинается в семь. Ты не можешь здесь оставаться. Ты здесь чужой. И тебе даже не с кем поговорить. Ты можешь поговорить. О чем? О чем-нибудь. О чем хочешь, мне все равно. Это твой завтрак? Молоко? Я не голоден. Ты знаешь жену Тенери? Миссис Тенери? Мы не общаемся, но я ее знаю. Ты знаешь, что у нее с этим... Альваресом? Она работала в лавке Альвареса, пока не помирилась с Уиллом. Только работала? Они с сыном жили у себя, если ты об этом. Но Альварес приходил к ним каждый вечер, на ужин. Как долго? Как долго он там оставался? Нет, сколько она у него работала. Больше трех лет. Они с Уиллом не жили вместе восемь лет. Может, ничего и не было. Но люди болтают. И Уилл слышал эту болтовню? Сам нет. А он тебе ничего не рассказывал? Нет. Все, можешь идти. Почему ты такой злой? Кто сказал, что я злой? Взгляни на себя. Ворчишь и злишься. А ночью был таким нежным. А сейчас готов меня в окно вышвырнуть. С тобой такого не случалось? То, что со мной было, тебя не оправдывает. Да, чуть не забыл. Марф мне запретил. Мне плевать, что сказал Марф. И тебе тоже. Я хочу, чтобы ты их взяла, Дженни. Я прошу. Мы еще увидимся? Да, я приду. Я не о том. После работы. Да. Ладно. Вчера ты сказал, что Кросс отличный малый. Что мы должны пригласить его на ужин. Да, я говорил. Два приятеля, которые спокойно решили убить друг друга. Это не значит, что вы враги. Нора, не говори о том, чего не знаешь. Он нуждается, как и я. Наш уговор устраивает обоих. Он не устраивает меня, Уилл. И твой сын не захочет расти без тебя. Я еще не проиграл. Если бы я проиграл, меня здесь не было бы. Эйб Кросс тоже здесь. Я это знаю. Но Альварес сказал, что на кону 5 или 6 тысяч долларов. Франко. Чему ты удивляешься? Думал, он какой-нибудь святошем? Он вам помогает? Он хочет помочь себе. Он получит 10%, если все получится. Уилл, ради Бога. Что ради Бога? Франко. Разве ты не желала мне смерти, пока работала у него? Разве не так? Думаешь, мне нужны сплетни, чтобы знать о том, что все знают? Он не хотел, чтобы я вернулся. Не хотел, чтобы ты простила меня. И любезно ждал, что мы расстанемся. Уилл, я не властна над тем, что думают другие и Франко. Но я от этого не меняюсь. Подумай о Баде. Не стоит идти на такой риск. Я делаю это не из-за риска. Это значит, что нам нечего терять? Нельзя так говорить. Нельзя потерять мужа, если его нет. Я ничего не стою с тех пор, как вернулся. Неправда. Мы не подростки, которые впервые вместе в постели. Мужчина, у которого семья, жена и ребенок, должен что-то для них делать. Иначе он просто шут. Это просто шут. Ты лжец. Проклятый лжец. Тебе не нужны ни деньги, ни земля, ничего. Ты снова хочешь стать Уиллом Теннери. Уиллом Теннери с пистолетом в руке. Мистер Кросс, я говорил с Альваресом о делах и узнал от него, что вы будете драться на арене. Вы уже поставили на Теннери. Да, но вы ведь сказали, что... Может, заработаете денег. Я бы никогда не поставил на Теннери. Почему? Я видел вас с Виргинией. А Теннери? Нет, сэр. Тогда простите. Мистер Кросс, вы обещали. Держитесь от меня подальше. Да, сэр, да. Мистер Кросс, это Нора Теннери, жена Уилла. Один из вас должен мне помочь. Мне надо встретиться с этим Кэннбери, который продает лошадь. Кэннбери, жена Уилла. Зачем ты это делаешь? Зачем помогаешь ему? Я уважала бы тебя больше, если бы ты пошёл против него с оружием. Тогда бы я стал таким же, как он. Ты не хотела, чтобы я был как он. Когда твоему сыну был нужен отец, его тут не было. Когда тебе был нужен муж, его не было. Всё было не так. Именно так, Нора. Ты могла лгать мне, а твоё тело нет. Хватит. Я уже всё забыла. Будь что будет, убьют Уилла или нет, я к тебе не вернусь, Франко. Никогда. Куда ты денешься? Мистер Кросс, я Дэвид. Я вас угощал как-то в Гальвистоне. Когда вы вызвали на бой Барни Харта. Как всё прошло? Говорят, что ставят на кого-то против вас. Этот другой Уилл Тенери. Я слышал о нём и видел вас в деле, мистер Кросс. Мы с друзьями ставим 400 долларов на Эйба Кросса. Кто ещё? Я тоже промочу горло. Не боишься гнева Господнего? Я буду драться не с Богом. Если ты меня не обманул. Мистер Кросс, мистер Кросс, здесь мистер Кенбери. Здравствуйте, мистер Кенбери, я Эйб Кросс. Я знаю, кто вы, и мне всё равно. Не заводись. Над, выпей. Сначала дело. Это хорошая лошадь. Она стоит 300 долларов, и никто не заплатит меньше. Кто бы он ни был. Ясно. Когда Уилл говорит, что лошадь хорошая, я ему верю. Но Уилл оценил её в 250. Так, Уилл? Я так считаю. Мнение твоё, а лошадь моя. Знаете что, мистер Кенбери, я заплачу столько, сколько просите. Но у меня при себе столько нет. И с кредитом у него плоховато. Если шутки кончились, мне пора. Погодите, я ещё не закончил. Вот что я сделаю. Я сейчас отдам вам 50 долларов, а вы дадите мне лошадь на неделю до воскресенья. И тогда я вам заплачу оставшиеся 250. Через мой труп. Разумеется. Если я не смогу заплатить вам эти 250 долларов, следующее воскресенье, вы оставите себе 50 долларов и заберёте лошадь. Вы заплатите мне в следующее воскресенье, а я оставлю себе деньги и лошадь. Верно. Вел, налей-ка мне. Вокруг меня уже давно не было такой шумихи. Это первое, что ты сказал мне за весь вечер. Правда? Мне кажется, утром я много чего тебе наговорил. Утром ты уже знал, что будешь драться с Уиллом? Да. Почему ты не сказал мне? Зачем? Чтобы я узнала это от тебя, а не от других. Какая разница? Не знаю, но мне не всё равно. Ясно? Тихо! Тихо хватит! Он первый меня ударил. Мне всё равно. Это он начал. Мне плевать, кто начал. У меня свои мысли на этот счёт. Посадите его на лошадь и пусть убирается. Пойдём отсюда. Возвращайся домой и никуда не уходи. Нам надо кое-что обсудить. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ Церковный колокол бьет каждый час. В следующее воскресенье на четвертый удар колокола начнется дуэль. КОНЕЦ КОНЕЦ Дамы и господа, сеньоры и кабальеры, в следующее воскресенье в это же время мы покажем вам то, что вы никогда не видели. Не бой человека с быком, а бой двух человек. Двое мужчин в смертельной схватке. КОНЕЦ КОНЕЦ Добрый день, соседи. Меня зовут Флори, Эд Флори, из Эль-Пассо-Геральт. Мы слышали, что два стрелка устраивают в воскресенье шоу. Кто это придумал? Скажем так, оба. Давайте сделаем фото, вон там, под рекламой. В окружении поклонников. Не здесь. Поднимитесь на крыльцо. Готов, Джо? Секунду, мистер Флори. Интересно. А что будет с деньгами? Я не про ставки, а про билеты. Что будет, если ничего не произойдет? О чем вы? Что будет, если вы оба промахнетесь? Мы об этом не думали, мистер Флори. Наверное, мы не так умны. Я просто говорю, что такое возможно. Да, все возможно. Мы что, отпустим этих двоих бесплатно? Я же сказал вам, что я из Эль-Пассо-Геральт. Но вы не сказали, сколько заплатите нам. Заплачу? Да. Мы не платим за новости. А мы не фотографируемся бесплатно. Собирайте свои вещички и отправляйтесь в Эль-Пассо. Сочините что-нибудь. Пойдем, Эйп. Подождите, парни. Я дам вам 10 долларов. 10 долларов за фотографии. Я думал, 25. Каждому. Да ладно вам. Ладно. Он сказал, ладно? Я не слышал. Ладно, хорошо. Сейчас. Вам. И вам. Все готово, Джо? Для начала пожмите руки, если не возражаете. Посмотрите сюда. Замрите. Теперь вытащите оружие. Нет, цельтесь друг в друга. Готовы? Замрите. Все. А теперь улыбнитесь. Шири улыбку. Замрите. Простите. Я ищу Эйба Кросса и Уилла Теннери. Это мистер Теннери, а это мистер Кросс. Очень приятно. Вызываю одного из вас. Мне все равно кого. Я ищу Эйба Кросс. Я ищу Эйба Кросс. Зачем тебе драться? Из-за денег. Так же, как и вы. Я подумал, что убью одного из вас, а второму придется драться со мной в воскресенье. Верно. С тобой ясно. А нам это зачем? Чтобы избежать смерти. Не болтай глупостей. Убирайся отсюда, или я тебя арестую. Я ничего не сделал. Старик, лучше тебе отойти. Я буду стоять, где стою. Том, это не поможет. Будешь меня учить? Кто виноват в том, что он здесь? Ты. Ты и твой друг. Я не могу вам помешать за границей города, но здесь у меня есть полномочия. Садись на лошадь, или проведешь ночь за решеткой. Если нужна помощь, я помогу. Не подходи. Мне придется стрелять, ты знаешь. Я знаю, что сказал. Со мной все в порядке. Они будут стрелять. Уходим отсюда все внутрь. Все видели, он меня вынудил. Я мог убить его, но не убил. Я пришел не за ним. Я тебя устрою. Молодец, Уилл. Отойди, мальчик. Теперь вы спокойны? Он серьезно ранен. Уилл, но поправится. Я схожу за врачом. Отойдите отсюда. Назад. Еще назад. Еще дальше. Вы затеняете лицо. Еще дальше. Отойдите. Айду, Уилл. Молодец! Молодец, Уилл. Я принесу магний. Не надо. Сними его с этой стороны. Не приближайся. Подойдите, мистер Тенери. Мы снимем вас рядом с этим. Бат, иди умойся перед ужином. Да, папа. Я думала о вашей дуэли. И что? О Баде. Лучше отправить его в Остин завтра утром. Пусть побудет у Моргана. Там есть дети его возраста. Чтобы он не был со мной. Да. Пока ты такой, как сейчас. С тех пор, как я вернулся, только таким ты стала отличать меня от мебели. Думаешь, мне это нравится? Тебе, может быть, но не Баду. Я волнуюсь за него. А я нет. Он еще не просил тебя научить стрелять? Попросит. Ты это знаешь. Он подумает, что отцы только этому и учат детей. Может и так. Нет, не говори так. Нора, ради бога. Что ты от меня хочешь? Чтобы ты жил. Чтобы ты научил сына, что не нужно никого убивать. Красиво звучит. Но человек не может делать то, что хочет. Уилл? Как мне тебя остановить? Не останавливай меня. Помоги мне. Я должен убить своего лучшего друга. Ты не должен. Нет, должен, Нора. Я хочу все изменить. Мы сможем купить ранчо Макинтайра. Но он может тебя убить. Не ты ли говорила мне с первого дня знакомства, что я разбираюсь лишь в пистолетах? Папа! Я сейчас. Нора. Никто не победит меня в дуэли на пистолетах. Это единственное, в чем я уверен. 45 для Кольта. Мне нужно 100. Сколько? 8,5 долларов. Ничего не скажешь. Может, пожелаешь мне удачи? Осторожно, пап. Давненько я этого не делал. Можно мне попробовать? Пока нет. Этому надо учиться. Мак, мы договорились. Эта лошадь – часть сделки. Ты получишь то, за что заплатишь, Билл. К тому же я не могу передумать и оставить лошадь себе. Давай, Бат. Залезай. Я покажу тебе остальное. Да, папа. Спасибо, Мак. До свидания, мистер МакКентайр. За этим ущельем более 100 акров земли. Как раз для скота. Нашего скота. Как тебе? Что я буду делать после школы? Помогать мне. Тебе не понять, мы всегда снимали комнаты. Но совсем другое дело жить в своем доме. И как это? Что? То, что ты сказал – жить в своем доме. Не знаю, у меня его не было. Я всегда путешествовал, но я видел других, поэтому хочу свой дом. Ладно. Что значит «ладно»? Да ничего, просто так сказал. Что это, папа? Подожди меня здесь. Вот. Ну. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы проголосовали единогласно? Голосование было тайным, и я должен это уважать. Мне жаль, Нора. До свидания. Ты правильно поняла. Я проголосовал против. Ради блага города? И поэтому тоже. И ради себя. Ты был лучшим из всех, кого я знала, Фрэнко. Я был глупцом. Не понимаю. Я больше ничего не понимаю. Я был лучшим из всех, кого я знала, Фрэнко. Девушки отдыхают Дай мне две. 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 Одну. Две. Открываю. Я тоже. Ставлю пятьдесят. Поднимаю до семидесяти пяти. Я пас. Пас. Поднимаю до сотни. У меня столько нет. Ты знал это, как доставил? Конечно. Слушай, Дэйв. Если выиграешь, один из нас тебе завтра заплатит. Один из вас? Да. Ладно. Порядок? Конечно. Тогда я принимаю. Фулл на валетах. Всегда бьет флэш. Господа. Спасибо. Не благодари меня. Может, тебе придется платить. Мэри разносит выпивку. Давай присядем. Отец всегда говорил, устал и разбит, и голова болит. Он не умел шутить. До завтра. Ты не останешься со мной? Не сегодня. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ты не умел шутить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кто другие? Жители города, которые делают ставки и покупают билеты. Ты и Уилл не дрались бы, если бы не нашлось желающих платить за зрелище. Наверное, ты права. Но у нас есть право не обращать на них внимания, Дженни. Эйп! 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 Почему я волнуюсь за человека, которого, возможно, завтра похоронят? Зря я так сказала. Ты думаешь, это может случиться? Я не хочу так думать. Но всякое может случиться. Дженни, никто не стреляет быстрее меня. С самого детства. С того момента, как взял в руки пистолет. Это не хорошо, не плохо. Неблагородно. Но это так. Это всё, что я умею. И делаю это лучше всех на свете. Куда ты? Пойду к себе. Не уходи. Но ты же не хотел. А сейчас хочу. Пойду к себе. Пойду к себе. Пойду к себе. КОНЕЦ 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 Мистер Кросс, идите за мной. Эти люди заплатили, чтобы посмотреть на нас. КОНЕЦ Дамы и господа, через несколько минут пробьет 4 часа. Церковный колокол пробьет 4 раза. Последний удар станет сигналом к началу дуэли. Дамы и господа, Гейб Кросс. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это мой карточный долг... Дженни... Продолжение следует... Я хочу что-нибудь тебе подарить... Что? Не знаю... Какой-нибудь подарок... Спасибо, не надо... Если ты надумаешь приехать в Сан-Франциско... Я? Зачем? Я буду там... Нет... Не думаю... Ты поедешь на север мимо городов, где уже знают, что здесь произошло... И где-нибудь... Какой-нибудь парень... Решит, что он быстрее тебя... Он захочет сразиться с тобой за деньги... Мне не нужны деньги... Это сейчас... Дело не в деньгах, Эйб... Дело в тебе... Откуда ты знаешь, что я буду делать? Вчера поняла... Ты можешь ошибаться... Надеюсь... Прощай... Бад... Нам пора идти... НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда я найду подходящее место, я позову вас с Бадом. Куда бы ты ни поехал, тебе кто-нибудь предложит драться за деньги. Пусть катятся к чёрту. Нам не нужны деньги. Половина тебе, чтобы ты не нуждалась. А другая, чтобы оставить залог, когда я найду место. Останься. Я всё обдумал. Тебе нравилось ранчо Макентайра. Помнишь, как ты хотел там всё обустроить? Я сказал, что всё решил. Нора. Нам будет лучше в другом месте. У нас будет лошадь больше, чем в Калифорнии. Бад, пора ехать. Заботься о матери, пока меня не будет. Да, папа. Помни, что я скоро вернусь. Возвращайся скорее. Обещаю. Пока, сынок. Пока. Думаешь, она вернётся к Альваресу? Нет. Не сразу. Субтитры подогнали Симон. Фильм переведён и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, 5 канал, 2006 год. Фильм переведён и озвученメ Симон. Продолжение следует...